Организаторы конкурса лидеров и руководители детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» приготовили для участников массу творческих испытаний. Напомним, первый этап конкурса стартовал 13 февраля. Он был заочным, где активисты представили свои видео-визитки и социальный проект. 20 февраля состоялся второй очный этап. Здесь участники провели мастер-классы, а 13 марта прошло творческое представление участников, так называемая самопрезентация. Когда мы организовали это мероприятие, мы ставили перед собой главную задачу – это раскрытие талантов наших лидеров, продвижение их проектов и инициатив в дальнейшем и решение их проблем в области молодежной политики на муниципальном уровне, может быть, и дальше. Семи активистами была проделана огромная работа. Каждый из них убежден, что достоин звания «Лидер года-2015». Я представляю свое студенческо-научное общество и рассказываю о своей деятельности, чего я добилась в рамках этой деятельности. Я пишу свои статьи, являюсь победителем конкурсов, также различных конференций, форумов молодежных. Мы готовились, конечно, усиленно, потому что хотелось все-таки показать все прелести нашей работы. Кто действительно работает, любит свою работу, любит свое дело, как бы горит своим делом, мне кажется, каждый заслуживает это звание. Гульчачак Саубанова в этом конкурсе участвует впервые. За 10 лет работы с детьми в подростковом клубе она приобрела богатый опыт, как, впрочем, и многие другие участники. Мастер-класс я тоже посвятила спортивной теме, мы сделали с детьми гантели из пластиковых бутылок. Как бы и полезно для здоровья, и в то время без всяких затрат денег. Я решила участвовать в этом конкурсе, потому что имею богатый опыт работы здесь, в молодежном центре. У меня своя группа, эстрадная студия, театр песни Лера. Последний этап конкурса завершился подведением итогов. В номинации лидеры детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 18 до 23 лет первое место заняла Оксана Федорова, второе – Юлия Сергеева, третье – Зульфия Генятулина. В номинации лидеры в возрасте от 24 до 35 лет Рамиль Закиров стал первым. Второе место досталось Азерезе Натулиной и Евгении Зукиной, а на третьем – Ирина Прохорова. В номинации руководители молодежных общественных объединений в возрасте старше 35 лет Ольга Ефанова стала первой. Второе место заняла Гульчачак Саубанова.